Приветствую вас, а вам для начала надо бы определиться с тем, для чего дочери учиться. То есть вот, ответить себе на вопрос, зачем учиться дочери, а потом донести до нее, так, чтобы она поняла и посмотреть, согласится ли она с этим или нет. Вы, своим отношением к ней и к себе сформировали, у вашей дочери такой стереотип, что... Ага. Ну, действительно, вы не очень хорошо, как мне кажется, относитесь к себе. И ваша дочь так же не очень хорошо относится как вам, так и к самой себе тоже. Ну а откуда, извините, у ребенка возьмется хорошее отношение к себе, если ее мама себе относится неважно. Как по мне, это вполне логично. Да и, безусловно, неприятно. Понял. Ага. То, что бросается в глаза, сразу, что бросается в глаза, это то, что вы не разграничиваете себя с своего ребенка, говоря о том, что мы не хотим учиться. Но, простите, кто такие мы? Кто такие мы? Потому что девочка не хочет учиться. Вы здесь ни при чем. Если вы своего ребенка доставляете учиться, то, конечно, вы делаете ей огромное одолжение. Потому что, если вы доставляете ее учиться, то, естественно, учиться она не хочет. Не хочет, потому что знает, что у нее есть вышивая, которая всегда ее направит, которая всегда ее поддержит, которая всегда, всегда будет с ней рядом. Но это, какая история. Это, на самом деле, довольно негативно для вашего ребенка. Потому что, таким образом, ребенок не чувствует вообще никакой ответственности за свои действия. И не понимает, что у ее поступков, у поступков с ребенком, будет обратно последствия. Когда же эти последствия наступят все-таки, ребенок будет относиться к ним, скорее всего, как к чему-то очень негативному. И из-за этого будет у него жизнь трудности. Поэтому уже сейчас очень важно, чтобы вы не соединяли себя с такой, если можно так выразиться, бубовиной с твоей дочерью. А наоборот, старались бы максимально отделить то, что представляете себя вы и то, что представляете себя ваша дочь. Ибо вещи это все-таки разные, снова разные. Давайте это с вами постараемся признать. Вот. Собственно, чем больше вы пытаетесь заставить что-то делать своего ребенка, тем больше ребенок будет огрызаться. Потому что ему будет как-то неприятно. Тем больше ребенок будет подсчутывать, что вы для него только мама. Что вы не человек, что вы не женщина, что вы не личность, что вы только мама. А мама есть своя, немножечко такая гиперболизированная роль. Эта роль заключается в том, чтобы огрызаться и, к сожалению, только огрызаться. И больше ничего. И, соответственно, вам с этой ситуацией нужно будет что-то делать. Что делать? Что делать? Озерблотная. Вам нужно будет проявлять себя по отношению к своей дочери. И не только как у нас, но и как женщина тоже, как личная, извините меня, тоже, как человек, извините меня, тоже. Вот. Тогда у вас есть все шансы для того, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону. Пока что из них нет, нет, нет и еще раз нет. Вот то, что я могу вам подсказать. Да, неприятно, безусловно, это, что хочется для дочери самого лучшего. Я понимаю, но ваша дочь сама в первую очередь должна понять, что для нее бывает. А чтобы это понять, необходимый опыт, которого она просто физически не может получить из-за того, что вы к ней так относитесь. Потому что вы постоянно, по сути, направлены, нацелены, если угодно, на нее. Соответственно, ничего из этого не выйдут. Для помощи я не выйду. Ваша дочь. Вот. Поэтому. 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 Так важно. С этим. Задобраться. Поэтому. Так важно. Это все. Отграничиться одно от другого. Если вы действительно хотите для дочери добра. и счастья, то вы будете следовать ее выборам. Но. Вы имеете полное право не отвечать за последствия ее действий. Не отвечать за последствия ее тех или иных поступков. Вот. И все. Пока-то, мне кажется, вы просто пытаетесь следовать определенным стереотипам. Вот. Которые. Ну, ваша дочь, грубо говоря, не разделяла. Которые для вашей дочери, грубо говоря, являются всем другом. То есть. Не вы, как такова, являетесь по всем другом. По всем другом. Это вы занимаетесь в себе. А. По всем другом является. Являются. Все ученицы. Которые вы пытаетесь. Для твоей дочери донести. И. Надо сказать. Это абсолютно нормально. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если. Понравился мой ответ. Буду благодарен. За его оценку. В качестве лучшего. Я вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Хелло. Продолжение следует...